Всем привет! Вы на канале Аида Москва. Да-да-да, я знаю, что обещала больше не снимать рубрику вопрос-ответ, но на мой канал поступили еще вопросы, поэтому я решила еще раз снять видео на эту тему. Ну, тем более, нас с Сашкой в последнее время нет каких-то особых событий, о которых можно было бы снять интересное видео, поэтому я решила пока что, пока что снимать видео на тему вопрос-ответ. Павел Иванов написал, нормальная рубрика, просто можно чередовать с другими. Да, хорошая идея, кстати, по поводу чередования, но пока что нет таких каких-то событий, каких-то таких тем, для того, чтобы снять интересный вложик. Поэтому я пока что снимаю видео на тему вопрос-ответ. И у нас написала девушка Вероника Романова. Она задала сразу три вопроса, и да, Вероника, ты опять станешь звездой моего видео. Опять я отвечу на три твоих вопроса. Вот, вот она. Привет, пишет тебе звезда твоего видео-ответа, Вероника Романова. Да, ты у меня прям звезда. У меня вопрос. А Саша смотрит, слушает твой YouTube-канал? Какое мнение на этот счет? Вопрос номер два. У тебя есть запрет на сеть. Дело в том, что название этой сети блогеры стараются не называть, потому что в России она считается запрещенной. Ну, скажем так, сеть на букву И. Ну, все поняли, что это за сеть. Просто эту сеть лучше не называть, она запрещенная. Ну, я ее буду называть сеть на букву И. Вот. Ты хотела бы... Так, с какой целью ты ведешь блог? Ты хотела бы зарабатывать на этом деньги? Давайте сначала отвечу на вопрос по поводу Сашки. Смотрит ли, слушает ли он мое видео на YouTube? Он первое время... Ну, во-первых, хочу пояснить, что у незрячих нет такого понятия слушать видео. Они все равно говорят смотреть видео. Хотя они не видят, но они говорят смотреть кино, смотреть видео. Они не говорят слушать кино или слушать видео. У них немножко свои, скажем так, термины. Вот. Итак, он насмотрел мои видео, ему нравилось. Мы вместе смотрели. Но он любит видео, когда они... Когда мы куда-то ходим гулять, когда мы что-то делаем вместе. Когда я снимала наши прогулки в Премле, там еще где-то. А вот эти вот просто разговорные видео, которые вот сейчас... Такие видео, вот как я сейчас снимаю, он не особо любит. Он считает, что эти видео скучные, однообразные, неинтересные. Вот. Что-то там еще было бы... У меня память как воробушка. Вопрос номер два. У тебя есть... На букву И. Сеть на букву И. А так же, как и ТикТок, сеть на букву И я прекратила пользоваться после того, как... После того, как их запретили. После того, как их заблокировали у нас. Вот. И я не хочу возиться с VPN, я не хочу мучиться с этими... Искать способ... Я никогда не была фанаткой сети на букву И. У меня была там страничка, у меня были там фотки, да. Я вела там эфиры, но есть люди, у которых там был именно бизнес. То есть, были люди, для которых сеть на букву И была источником их дохода. То есть, они там имели деньги. Но у меня нет такого, что я с этой сетью какие-то бабки рубила. Поэтому я легко и просто распрощалась с этой сетью. Вот. Я даже не пыталась VPN качать. Я даже не пыталась никак мухлевать. Просто забила на сеть на букву И. И всё. Вот. Ещё был вопрос, зачем я веду влог, да, по-моему. Так. С какой целью ты ведёшь влог? Ты хотела бы зарабатывать на этом деньги? Изначально, честно скажу. Изначально я, ещё до того, как вот эта вся, была вся тема с тем, что YouTube обменил мотивизацию. И, ну, до всей вот этой заварушки, до всех запретов, да, я хотела, честно хотела именно зарабатывать на YouTube. А так как там было такое условие, что для того, чтобы получить мотивизацию, мало того, что там должно быть тысячи подписчиков, то есть не меньше тысячи подписчиков, а должно быть ещё четыре часа просмотра видеороликов. Ну, я тысячу никак не наберу, я считаю, за почти, наверное, лет семь канала, вот считаю, 287 человек собрала, а для YouTube это очень-очень мало. Мой Сашка считает, что мой канал слишком скучный, слишком интересный, в нём мало каких-то интересных событий, каких-то интересных моментов. Напишите, пожалуйста, кстати, в комментариях, что не хватает моему каналу, чтобы люди приходили, новые люди, чтобы было больше зрителей. Чтобы было больше народу. Я не знаю, как развивать уже свой канал, я уже все способы использовала. Мы уже и с Сашкой снимались интересные ролики, и распаковки я делаю, и рецепты я делаю, про правильное питание рассказывал. И всё-всё-всё-всё пыталась, но у меня ничего не получается. Вот, может быть, вы в комментариях напишите, что не хватает этому каналу. Почему я веду этот канал сейчас, несмотря на то, что он себя не оправдал? Вот, это для души, скорее всего. Просто это моё как хобби. Мне очень нравится рассказывать людям о себе, рассказывать о своих планах, о своих целях. Мне очень нравится общаться. Мне очень нравится читать ваши комментарии. Очень многие люди пытаются набрать зрителей и просмотры с помощью всякого рода трэша, да. То есть, делать какие-то трэшовые вещи, но мне это не нравится. Если честно, я не хочу пользоваться вот этими способами. Всякий трэш творить, всякую хайпицу там на чём-то, или жалость вызывать. Вот, я бедный инвалид, пожалейте меня. Всё-таки мне хочется рассказывать правду. Мне хочется что-то придумывать. Поэтому напишите, пожалуйста, в комментариях, чего не хватает этому каналу. Ну, а я буду заканчивать свой влог. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что... Давайте так. Я задаю вам такой вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы хотите увидеть в следующих видео. Я вам это покажу. Может быть, вы хотите, чтобы я что-то вам рассказала. Там анекдоты, стихи, песни. Может, вы хотите услышать, как я пою. Может, вы хотите увидеть, как я танцую. Может, вы что-то хотите увидеть такое особенно. Может, вы хотите, чтобы я вам показала, из чего состоит мой гардероб. Какая у меня одежда любимая. Какой у меня пуховик. Какие у меня курти, ботинки. Так что пишите, что вы хотите увидеть в следующих видео. А я постараюсь это снять. Ну, а я буду заканчивать свой влог. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. С вами была Аида Москва. Всех люблю, цыду и обнимаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok